Салам Астама Курметтоу Тандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Сегодня в Казахстане произошло очередное обесценивание тенге, хотя курс Национального банка чуть более 400 тенге за доллар, он, конечно, не соответствует реалям. Обменники более адекватно отреагировали и в зависимости от обменников от 430 до 450 тенге. Сегодня была продажа доллара. Я думаю, что есть смысл здесь пояснить, что ожидает национальную валюту в ближайшем будущем, почему это произошло. Наверное, нужно в связи с этим уже откомментировать действия правительства и, в частности, выступлений Такаева. Так вот, утром сегодня на биржах цены на нефть упали почти на 10%. Только в пятницу была цена свыше 35,5. И вот сегодня уже на бирже цена стала ниже 32 долларов за баррель. Я хочу напомнить тем, кто не следит за новостями по нефти, что в начале года цена на нефть составляла 68 долларов за баррель. Как видите, цена упала более чем в два раза. И, собственно, это обстоятельство приводит к тому, что национальные валюты тех стран, которые производят в основном только сырье, как Казахстан, Россия, это нефть, металлы, и нет диверсифицированной экономики, и очень много импорта, как продовольственного и других потребительских товаров. Собственно, это приводит к резкому падению национальной валюты, курса валюты. Я вчера выступил с постами, написал в социальных сетях о том, что курс тенге на этой неделе до конца недели достигнет 430-450, а реальный курс 450. 9 марта, ровно неделю назад, я дал прогноз, почему цена на нефть упадет, и что это приведет к стремительному падению стоимости валюты, и тенге будет стоить минимум 450 за доллар. Вот, собственно, эти прогнозы сейчас, к сожалению, неумолимо подтверждаются, но я не могу сейчас сказать о каких-то новых хороших новостях. Более того, я хочу сообщить, что тенге будет обваливаться дальше. Дело в том, что здесь, в первую очередь, влияет на стоимость тенге глобальной новости, и второе, связанное с тем, что за 30 лет, пока Назарбаев управляет страной, у нас не создана диверсифицированная экономика, мы продаем сырье, у нас нет вообще, мы ничего практически не производим, только торгуем нефтью, металлами, все остальное мы импортируем. Собственно, это основная причина. В Европе нет инфляции практически близка к нулю, в Европе цены не растут, они даже падают. Вот сейчас цены на нефть упали, цены на бензин автоматически падают. Упали цены на газ в связи с тем, что упали цены на нефть, автоматически цены падают и на газ. То есть, издержки у граждан Европы, в частности, жителей Соединенных Штатов Америки, вот именно тех стран, где диверсифицированная экономика, это падение цен на нефть для них благо. Это улучшает развитие экономики, люди становятся более богатыми и так далее. Вот только в нашей стране и, собственно, в России, когда цены на нефть мировые падают, это приводит к падению доходов бюджета страны, к обнищанию, к девальвации национальной валюты. И вот мы сейчас стоим снова перед тяжелой ситуацией. И, к сожалению, ситуация будет только ухудшаться. Дело в том, что в связи с тем, что в мире активно развивается коронавирус, практически все ведущие страны мира приняли экстренные решения. Очеречайную ситуацию объявила Америка. Теперь такую же ситуацию очеречайно объявили практически все ведущие страны Европы. К чему это приводит? Сразу запрещается, закрывается проведение занятий в школах, в университетах. Закрывается, вот во Франции, в частности, принято решение, закрываются все объекты, которые генерируют массовое скопление людей. И работают только продуктовые магазины, банки, бензоколонки. Ну и вот, собственно, все. Ну и люди, конечно, ходят на работу. И какая-то часть не ходит на работу, работает в дистанционном режиме. Но представьте себе, что на Западе это возможно, потому что у них развит сильный интернет, доступность в любой точке страны, во Франции или Америке и так далее, в любой европейской стране доступ абсолютный. Каждый имеет телефон, компьютер и так далее. И понятно, что дистанционное управление, участие в работе, это без особых проблем реализовывается в таких странах. Ну и, соответственно, если люди прекращают ездить на машинах, они, соответственно, формируют меньше спрос на бензин, и нефтяные производители не могут продать нефтепродукты. Соответственно, на мировых рынках меньше спрос на нефть. Как известно, что если товара много, а спроса меньше, законы рынка к чему приводят? Происходит падение цен. Вот, собственно, я сейчас хотел бы рассказать, откомментировать, почему произошло вот такое избыточное давление на рынок нефти. Дело в том, что до того, как цены на нефть резко упали, 6 марта, Саудовская Аравия пыталась договориться с Россией, чтобы Россия снизила на полмиллиона баррелей в сутки, и члены ОПЕК должны были снизить на миллион. То есть считалось, что избыточное давление полтора миллиона баррелей в сутки. Но после того, как Россия и Саудовская Аравия не договорились, цены рухнули вниз, потому что с 1 апреля у всех участников ОПЕКа, и не только их, пропадают обязательства, и каждый может производить ровно столько нефти, сколько считает нужным. И вот Саудовская Аравия объявила о том, что вместо 9 миллионов баррелей в сутки будет производить 13,5 миллионов. То есть излишек нефти на рынок выбрасывается минимум 4,5 миллиона баррелей в сутки. Затем к этому решению присоединились Кувейт, Ирак. Сама Россия объявила, что будет 300 тысяч баррелей больше производить, чем ранее. И на тот момент сформировался избыток свыше 5 миллионов баррелей. Вот, собственно, после заявления имеется в виду саудитов. Но тут начались события другие. Коронавирус. Коронавирус привел к тому, что начали остановиться предприятия. Люди прекратили покупать в тех количествах бензин относительно прошлого. Прекратили летать самолеты между разными странами. Америка закрыла самолеты для Европы. Внутри тоже резко ограничились сообщения. Автобусы перестали ходить. Все это привело еще к уменьшению спроса на нефть, соответственно, нефтепродукты. Сейчас эксперт оценивает, что избыточное давление на рынок составляет от 4 до 10 миллионов баррелей в сутки. То есть, представляете, когда Саудовская Аравия оценивала 6 марта, что избыточное давление всего лишь полтора миллиона в сутки. И когда Россия отказалась сжать вместе с ними этот объем, уменьшить объем производства, цены обвалились фактически до 35. Где-то упали на 30%, 31 даже было. Ну и представляете, а сейчас уже от 4 до 10 миллионов баррелей избыток нефти в сутки. Это только сейчас. Борьба с коронавирусом только разворачивается. Во многих странах Европы и мира только-только сейчас сжимается производство, останавливаются учебные процессы. Люди самоизолируются. Это только начало процесса. То есть, очевидно, что эта избыточная масса нефти фактически приведет к тому, что произойдет новый обвал стоимости нефти. Если сегодня цена нефти порядка 32 долларов за баррель, к концу недели цена уйдет, судя по всему, ниже 30. И вообще эксперты прогнозируют, что цена на нефть может уйти до 11 долларов за баррель. Представляете, в начале года было 68. А есть большая вероятность, что она станет 11 долларов за баррель. Даже если будет 20, эта ситуация будет для страны катастрофическая. Потому что в доходах бюджета, республиканский бюджет сверстан из расчетов, что нефть будет в этом году стоить 55 долларов за баррель. А сейчас ниже 32. Представьте себе, что происходит. То есть, катастрофическая ситуация. Это значит, нефтяные компании будут меньше платить налогов в бюджет. Они сожмут свое производство. Будут сокращать людей. Если в экономика в страну поступает меньше валюты, значит будет останавливать работу малой и средней предприятий. Будет останавливаться кафе, рестораны, парикмахерский. Будет меньше перевозок. Значит, железная дорога будет тоже сокращать людей. Это будет происходить тотально. Уменьшатся объемы разных работ. Будет меньше делаться дороги. Какие-то строительные работы. Ремонтные работы. Предприятия и клиенты, которые брали кредиты в банках. Они будут испытывать трудности. Потому что они не смогут сбывать свои товары и услуги. Потому что будет меньше людей, готовых их покупать. Соответственно, у предприятия и у физических лиц возникнет ситуация, когда они не будут в состоянии обслуживать эти кредиты. Соответственно, банки будут падать. Вот я вам рисую картину, которая сейчас угрожает нашей стране. И в этих условиях, конечно же, нужно предпринимать решительные действия. Быстрые. Что мы наблюдаем в ведущих странах Европы и Америки? Америка на борьбу с коронавирусом сейчас единовременно выделяет 50 миллиардов долларов США. По всей стране разворачиваются специальные сети, которые анализировать будут состояние людей, будут реагировать, выявлять больных, оказывать срочную медицинскую помощь. Будут разработаны системы тестирования. То есть для этого выделяет Америка 50 миллиардов долларов только для борьбы с коронавирусом. Также эти страны понижают учетную ставку Федеральной резервной системы. Если взять европейскую ЕЦБ, они тоже понизили учетную ставку. Обратите внимание, наш национальный банк со ставки 9,5 резко поднимает до 12%. Это единственный банк страны, во всем мире, который умудрился в условиях кризиса поднять учетную ставку. Что значит поднять учетную ставку? Это значит, кредиты для клиентов банков становятся дороже. Значит предприятия будут нести дополнительные расходы, все услуги становятся дороже, кредиты станут менее доступными. То есть сделано все с точностью до наоборот. Я понимаю, что они хотели бороться с инфляцией таким образом, но так с инфляцией условия кризиса не борются. Ни одна страна мира. Итак, мы сегодня приходим в ситуацию, когда создалось опаснейшее положение. На прошлой неделе мы выступали с предложениями, с заявлениями, которые бы снизили бы вот эту угрозу, помогли людям, помогли предприятиям. Но это был только первый шаг. Что мы сегодня услышали с заявлений Такаева? Что ребята, у нас в стране около 90 миллиардов долларов резервов. Что на самом деле неправда. Это я позже откомментирую. Все будет хорошо. Мы скажем, чтобы не было дефицита продовольствий. Мы скажем, чтобы цены не росли. Мы скажем, чтобы все было хорошо. Мы скажем, чтобы не было паники. Мы скажем, что те, кто будет паниковать, мы их посадим в тюрьму. И все сидите тихо. Все будет окей. Ни одного предложения по поддержке людей. Да, он сказал, что 300 миллиардов тенге будет выделено бизнесу. Какому? Ну мы же знаем, какому. Это будут Назарбаевские банки, которые на 90% он лично контролирует все банки, включив банки страны. Вот, собственно, все предложение Такаева. Ни о чем. И я сейчас хочу пояснить, что как будет разворачиваться событие в нашей стране. В первую очередь, ни у кого не должно быть сомнений. Тенге будет сейчас слабеть. Доллар будет расти. То есть до конца недели вы увидите, что минимальная цена, я говорю консервативно, за доллар будет 450 тенге. Конечно, Национальный банк может делать интервенции, пытаться сбить эту волну ажиотажного спроса, но это будет краткосрочный эффект. Это ничему не поможет, потому что Россия в итоге девальвирует рубль и будет деваться им некуда. Там более грамотная экономическая политика, но тоже не очень хорошая, но более грамотная, чем наша. И в конечном счете, если тенге будет искусственный Национальный банк удерживать и сжигать валюту, все это приведет к тому, что наш рынок заполонит российскими товарами самое элементарное. Молоко, яйца, что угодно. Все, что мы производим внутри страны, будет замещаться российским товаром. Вы помните случай, когда вы покупали автомашины не в Казахстане, а срочно летели в Россию и там покупали, или другие товары? Вот, собственно, такая ситуация снова возникла. Поэтому попытка удержать тенге ни к чему хорошему не приведет. А значит, что до конца недели курс реальный будет минимум 450, а скорее всего и 500. И вообще перспектива с учетом падения цен на нефть, я вам скажу, очень плохая. И в этих условиях действительно нужно предпринимать энергичные меры. Сейчас вы все прекрасно знаете, что товар с магазинов, у кого есть какие-то деньги, выметается. Кстати, это происходит везде и в Европе. Это природа человека, люди готовятся, самоизолируются, это нормально. Но другой вопрос в том, что в Европе и в Соединенных Штатах Америки основная часть общества это средний класс, который может себе позволить сесть, купить себе продовольствие и другие товары на месяц, и на два, и на три. Они могут перетерпеть. Но в Казахстане, к сожалению, другая ситуация. Когда основная часть бедная или нищая, наши люди не могут себе позволить формировать резервы на месяц и более. А чрезвычайная ситуация именно на месяц. И перспективы, что коронавирус будет развиваться где-то минимум три месяца, где-то до первого июля. А раз так, то правительство должно решить вопросы. Как же помочь людям? Как сделать так, чтобы этот период люди могли как-то выжить? Сегодня в речи Такаева мы это не услышали. Еще раз, цены на нефть в ближайшее время дойдут ниже 20 долларов за баррель. Это очень тяжелая будет ситуация для страны. И поэтому здесь нужны не общие слова, не говорить, что ельбасы, благодаря ельбасы, а нужны конкретные действия. Конкретные действия мы предлагали. Каждому гражданину Казахстана, младенцу, всем выделить срочно по 50 тысяч тенге. Срочно, немедленно. Это значит, что каждая семья получит помощь в размере в среднем 200-300 тысяч тенге, в зависимости от членов семьи. Далее, сейчас у предприятий, у физических лиц серьезные проблемы. Я сейчас говорю о физических лицах. Необходимо срочно правительству оплачивать кредиты физических лиц потребительские ипотечные до 1 июля, с 1 марта. Это срок 4 месяца. Это позволит людям зимфировать этот кризис, потому что все их доходы сейчас будут забирать банки, если смогут. И в конеч счете приведет к тому, что люди будут фактически голодными. Они не смогут оплачивать самые элементарные расходы, связанные с продовольствием и другими какими-то товарами жизнеобеспечения. То есть, в ближайший месяц наступит критическая ситуация в нашей стране, если правительство Назарбаева не примет быстрые шаги, кроме общих слов. Кроме того, что мы будем контролировать. Ничего невозможно контролировать. Рынок частный. Продовольствие по законам страны не может правительство контролировать. Не может. Это конкурентный рынок. И цены уже поднялись. У меня спрашивают, будет ли инфляция, я получаю сводки, что мука на 30% поднялась, где-то на 50%. Товары сметают. И этих запасов не хватит. Поэтому мы говорим, что необходима экстренная помощь каждому гражданину выделить по 50 тысяч деньги. Это первое. Второе. Медицинским работникам. У нас в их стране где-то порядка 225 тысяч человек. Плюс персонал, который не связан с медициной. Водители, охранники, ресепшн и так далее. Если все посчитать, где-то грубо 250 тысяч человек. На них сейчас падет основной груз. Они будут принимать людей. Потому что паникующих людей много. Даже если они не болеют, они будут обращаться за медицинской помощью. Сейчас у врачей будет колоссальная нагрузка. Поэтому наше предложение, чтобы работники медицинских учреждений плюс 50 тысяч деньги получили доплату сроком до 1 июля. Ежемесячно. Далее. Значит проценты остановить. Правительство должно выплатить. Именно правительство должно возместить деньги банкам. Тогда вот какой-то демпфер. Нужно отменить все пошлины. Навоз разных товаров внутри страны. Нужно это сделать в срок до конца года. Я уже говорил, что автомобилисты бедные. Их там около 200 тысяч человек. Нужно всем дать возможность растаможить свои автомобили. Чтобы они не платили дополнительные пошли, налоги и так далее. Правительство должно отойти в сторону. Заниматься серьезными проблемами, а не гоняться за автомобилистами. Уважаемые друзья. Этот пакет реформ я уже опубликовал. Это пакет даже действий не реформ. Он стоимостью 3 миллиарда долларов. Когда Такаев говорит, что в резервах 90 миллиардов долларов. Но при этом он говорит, что мы неким бизнесменам будем помогать на 300 миллиардов тенге. Это всего лишь порядка 600 миллионов долларов по текущему курсу. Это вообще ничто. Далее. Сейчас бизнес будет испытывать огромные проблемы. Люди не будут не покупать товары. Я вот слышу, что и туристические компании, и авиакомпании, и магазины. Торговый центр закрывается. Кто-то, соответственно, не может оплачивать аренду и плату. Если торговый центр закрывается, они там сидят, аренда платы на них щелкает. То есть гигантские проблемы. Они за собой сейчас потащили клубок проблем. Мы все прекрасно понимаем, что это правительство ничего делать не будет. Что мы должны делать? Мы должны требовать. Сегодня в социальных сетях. Да, существует режим ЧАЭС, запрещает выходить на митинги и так далее. Но нам вообще запрещали на митинги выходить, но мы выходили. Что мы должны делать? Сначала мы должны ближайшие две недели методично, массово требовать от правительства. Чтобы снизили на 50% цены на нефтепродукты. Цены на нефть упали больше, чем в два раза. Поэтому это требование рыночное и справедливое. Цены на газ минимум на 20% должны понизить. И весь пакет требований, которые я озвучил, 50 тысяч тенге, медицинские работники. Вот что мы должны требовать, чтобы это правительство сделало немедленно. Конечно же, мы понимаем, что, скорее всего, это правительство Назарбаева ничего не сделает. Тем хуже для них. В стране назревает революционная ситуация. Как мы назвали тему сегодняшнего эфира. Корона девальвации, следующий шаг революции. Вы все очень быстро осознаете, те, кто еще шатался, что наступила та самая ситуация, когда вопрос стоит жизни и смерти. И в этой ситуации спасти себя, свою страну, мы можем только активными своими действиями. Вы не сможете отсидеться в квартире, потому что у вас не будет самого элементарного. Вы продержите, может быть, месяц. И все. Затем у вас не будет денег. На предприятиях вам не смогут платить заработную плату. Хотя такая говорит, мы там скажем, чтобы предприятия платили зарплату. А из каких средств? Если предприятие теряет рынки сбыта, если у них нет покупателей. Это частные предприятия. Ты им прикажи, не прикажи. Они не смогут, даже захотят это исполнить. У них будет обязательство перед банками. Поэтому все их слова это пустой звук. Все это приведет к тому, что буквально через две недели, когда правительство не сделает эти активные действия, наступит предреволюционная ситуация, когда у наших граждан будет выбор. Или мы умрем голодной смертью, или мы будем действовать. А действовать мы будем вместе. Как я уже неоднократно говорю, у страны есть политическая организация, демократические выборы Казахстана, мы будем организовать акции, которые должны привести к смене этого политического режима. Если режим не совсем сумасшедший, то он должен немедленно, абсолютно немедленно сделать первые действия. На 3 миллиарда долларов этот пакет реализовать, снизить цены на нефтепродукты в два раза, на газ на 20%. Это только первый шаг. Второй шаг это активная помощь бизнесу. Поэтому буквально через две недели, после падения еще больше курса национальной валюты, когда товары вырастут в цене на 50%, где-то больше, вы в конце должны избавиться от всех своих иллюзий о том, что вы отсидитесь где-то в стороне, что какой-то Бэтмен прилетит, что будут какие-то изменения, может такая прозреет, а может еще что-то. У вас не будет никаких иллюзий. И тогда вы будете стоять перед выбором. Жизнь или смерть. Я постоянно делаю аналитические обзоры и прогнозы. Вы уже убедились, что я безошибочно предсказываю курсы, куда ведет себя наша нефть, политическая ситуация, как будет разворачиваться. Я хочу, чтобы вы сегодня все это зафиксировали, запомнили. Через две недели мы будем стоять перед решением, что делать. За эти две недели мы должны требовать от правительства этих червячайных решений, червячайных мер. И они их не сделают. И тогда мы должны сказать, что это правительство должно уйти во главе с султаном Назарбаевым. Мы сейчас находимся в режиме предреволюционной ситуации. Это мы все должны осознать. Другого пути нет. Нам нужно правительство народное доверие, отстранить режим на султан Назарбаева, конфисковать их собственность, эти деньги направить на стабилизацию политического курса, экономики, на улучшение жизни нашего населения. Именно поэтому я хочу сказать, у нас предреволюционная ситуация. Мы знаем, что делать. Буквально через короткое время мы будем стоять перед выбором смерть или жизнь. Мы должны выбрать жизнь. Мы должны добиться смены режима. Пусть это как угодно называется. Смена режима, революции, по-любому. Мы не можем позволить, чтобы какая-то кучка, максимум 200 человек во главе с султаном Назарбаевым играла с судьбами целой страны. Поэтому, уважаемые сограждане, идем к переменам, действуем, идем вместе, объединяемся, общаемся. Сейчас многие из вас уйдут неоплачиваемого отпуска, консолидируемся, и мы говорим себе, революция, смена этого политического строя. Алга Хазахстан.